3 2 1 1 2 3 проверка звука ну что там такое и а а и и и и и Если долго мучается, кто-нибудь балуется. На самом деле, кто переживал насчет хрупкости камеры, она как бы в руках ощущается немного иначе, чем выглядит на видос. Она ощущается, как какой-то металлический предмет, ну реально металлический предмет, причем вот эти вот всякие штуки, которые она делает, она их делает с лязгами, вот как лязгает оружие, какой-то пистолет. Камера здесь постоянно пишет, что оно не активировано, то есть, на самом деле, это устройство нужно подключать к сети и активировать. Каждое вытаскивание, это какой-то подвиг. Капец. Короче, тут, наверное, херово видно. Ну это жопа, блин. Здесь метров 50. Смотрите, есть такое небольшое замечание. У Sony, как бы, всегда была проблема с картами памяти. Сколько у меня было экшн-камер Sony, непосредственно, да, Sony, да, всегда были какие-то проблемы с картами памяти. Почему? Потому что я гребаный дешевый, поэтому у меня всегда будет как-то память. Я пытаюсь как-то сайтармом шоу, и хвостики, и как-то садик непонятный на лист, блин. Ну, короче, она меня, как бы, записывает все, но работает все через жопу. То есть, она включается, выключается. Включается, выключается. 3000, но это мы сейчас пытались запустить 4 раза. Мы поменяли 2 разные карты. Одна карта заработала, но она потребовала полного форматирования, как бы, себя, да. Почему? Потому что Sony это единственные камеры, единственные фотоаппараты, единственные на рынке устройства, которые при смене частоты кадров меняют режим цветовоспроизведения, да, будем так говорить. Она просто меняется с PAL на NTSC, потому что NTSC это 30 и 60 кадров, а PAL, это, соответственно, у нас 25 и 50, соответственно, да. Ну и RAPI там 100 плюс 120 в случае с NTSC. И вот при смене из PAL в NTSC, вместо того, чтобы создавать, например, какую-то новую папку на карте памяти или еще что-то, камера просит слезно, она не работает, камера слезно просит просто взять и форматнуть эту карточку. Вот представьте ситуацию, сегодня мы снимали весь день на большой фотоаппарат, мы выточили эту карту памяти, хорошую, быструю, но ввиду того, что я, как уже вы слышали в этом видео, ввиду того, что у нас одна из участниц этого эксперимента снимает исключительно 30 кадров в секунду, на самом низком количестве кадров, ввиду вот всего, от этого пришлось, как бы, все фотики менять непосредственно на 30. Ни хера у нас не получилось, короче, я уже сам запутался, что я хотел, ну, в общем, как-то так. Это Osmo Pocket, давайте походим, сейчас я буду шевелиться немножко быстрее, вы просто посмотрите, как работает стабилизация вот в этой камере. Osmo Pocket. Sony, конечно, 3000-ная отваливается, я выложу тест немножко позже, непосредственно, где буду сравнивать 3000-ную с GoPro. Сейчас мы будем довольствоваться с вами непосредственно GoPro и Osmo Pocket, и я напомню вам, что здесь очень всратые условия вообще для стабилизации, стабилизации, это пляж, здесь камни, Влад идет так себе, он не старается там сгибать колени, он идет просто прямо, это такой вот дегенерат-тест. Вот, но, по крайней мере, вот то, что я вижу, то, что я видел на картинке, как я уже говорил раньше, Osmo очень хороша, вот прямо очень хороша. Привет, друзья, этот ран, начинается тест всех этих камер слоу-лайта, вот, и поэтому, как ты там, а как ты попадешь туда, у меня, короче, здесь две королевы, Монако, блядь, их нельзя снимать без предварительного уведомления, поэтому они прячутся, короче. И это продолжение того видоса, который мы записали около этой лодки, блин, долбанной, севшей на мель. Продолжение в том плане, что нам не удалось записать там нормально звук, то есть на большую камеру мы снимали, не записался нормально звук, мало того, это громадео, вот эта халабуда, которую я тут придумал, чтобы записывать. Я болею, просто наделся потеплее. Халабуда, которую я придумал, чтобы записать. Вот, кстати, контр-8. Да, она, короче, работает пока что нормально. В общем, на всех трех камерах выставил 25 кадров в секунду, почему 25, вы скажете GoPro, типа, и Pocket может писать 50 кадров в 4К. Ну, во-первых, это всрата, тяжело для компов, а во-вторых, я думаю, такая, как бы, 25 кадров все-таки это предпочтительнее для таких камер, потому что битрейт один, и качество, я думаю, будет лучше. Да и, в принципе, я сцен никаких таких не снимаю, где бы потребовалось, наверное, 25 или... Ах, нет. В принципе, я сцен не снимаю, таких, где бы могли потребоваться, там, 50 кадров в секунду будет. Вот Rollo Light. Нет, я тебе ничего не описываю. Нету его вообще. Да пошел бы, да. Да пошел бы, да. Спасибо. Да. Как тебе нравится? О'нirdрNow? Лиза. Не обсе. Да, ты овал, что они засняли. Да, это артистучка. Да. Быстро. Возьмите. Былки. Пред demişи мне. Что ж не потеряю из Украины. Ой, лилка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...